Сплитборд Burton Flight Attendant Универсальная доска от Burton, отличающаяся от всей линейки сплитбордов своей жесткостью. Что здесь есть интересного? Во-первых, это традиционный для сплитбордов и вообще всей линейки Family 3 фрирайдовых досок Taper, так называемый конус на носу, за счет которого нос более широкий нос, чем Tail. Доска у нас лучше всплывает и отлично себя ведет в глубоком снегу. Что дополнительно к этому мы имеем? У нас смещенные назад закладные для увеличения длины носа, для лучшего всплытия в глубоком снегу и в пухляке. Для большего контроля на трассе и на жестком склоне усиленный жесткий кембер посередине между креплениями, который помогает контролировать свои движения на жестком склоне и комфортно чувствовать себя на трассе, если вдруг вы выезжаете на этом сплитборде на трассу. Кембер уменьшает рабочую длину канта, соответственно, на трассе, на такой доске, которая в данном версии у меня 163 см, я буду чувствовать себя как на более короткой парковой кемберной доске и отлично маневрировать, вплоть до исполнения несложных трюков в парке. Соответственно, сплитборд универсален и обладает хорошей жесткостью. Жесткие сплитборды для Бертона – это значит большой вес. Данный сплитборд весит 4 килограмма 300 грамм, что не очень хорошо для дальних походов. То есть, если использовать его для походов на далекие расстояния, для длительного скитура в бэк-кантри, доска будет довольно тяжелой. То есть, она примерно на килограмм тяжелее, чем средние доски для феррайда. Поэтому используем ее для небольших переходов, для катания по жестким склонам, ну и, соответственно, по глубокому снегу, в котором она будет отлично всплывать. Сейчас модель Flight Attendant выполнена в двух версиях. Это обычный Flight Attendant и Flight Attendant X. В линейке Бертон, если подставляется буква X, значит, эта доска более легкая, но при этом усилена современными технологиями – карбоном, стекловолокном, и за счет этого достигается меньший вес. То есть, доска при меньшем весе, на 700 грамм легче, уже она подходит для более длительных походов и для более экспертных райдеров. То есть, более жесткая доска для экспертного катания или для райдеров с большим весом. Данный сплитборд выполнен в двух ростовках. Предполагается, что райдеры, которые будут его выбирать, уже знают, что им нужно и знают свои ростовки. Ростовки обычного Flight Attendant варьируются сильнее. Четыре ростовки для райдеров с разным размером ноги и разным весом и ростом. Предупреждаю, что при выборе сплитборда нужно обращать внимание на то, что кататься нужно вне трасс в основном, и приходится тропить, а порой тропить глубокий снег. Поэтому сплитборды выбираются на несколько сантиметров длиннее, чем обычные снаряды для внетрассового катания. Немного остановимся на фурнитуре этого сплитборда. Комплект оснащен шайбами войли, которые подходят под крепления Burton Hitchhiker или крепления Spark, которые установлены в закладные Channel и позволяют быстро и без лишних усилий отрегулировать углы. То есть, если в ходе катания на одном споте вы переходите на другой и нужно отрегулировать углы под это, под большую скорость, больше контроль, вы просто отверткой за несколько минут перекручиваете и при этом не теряете надежности. Крючки войли традиционные, которые уже много лет используются Burton, которые хорошо себя зарекомендовали, но к которым нужно относиться с особым вниманием. Потому что, если расщелкиваются носовые и хвостовые крючки, доски могут начать двигаться относительно друг друга. Сейчас у меня доска отлично сцеплена, сбалансирована, поэтому половинки не разъезжаются. Характерно, что в этом дизайне можно отлично отрегулировать половинки по длине. Дизайн, что на Flight Attendant, что на Flight Attendant DX позволяет по геометрическим фигурам вычислить, насколько ровно соединены половинки между собой. Burton Flight Attendant. Универсальный снаряд из линейки Burton. Для катания по жестким склонам, для катания в паудере и доска, которая будет отлично чувствовать себя на трассе.